МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Татьяна Молокова. В день семейного врача в Чебоксарах прошла межрегиональная научно-практическая конференция врачей общей практики Приволжского федерального округа, в которой принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Чувашия была одним из первых регионов, где Институт общеврачебной практики получил свое развитие. И по сей день за опытом и знаниями приезжают сюда медицинские работники из разных уголков страны. Создание института соединения медицины является одним из направлений социальной политики государства, направленной на оздоровление населения, создание условий для роста рождаемости, укрепления семьи, обеспечения семейного благополучия. На этот раз врачи общей практики, врачи-терапевты, врачи-интерны, студенты медицинских факультетов, всего около 400 человек, обсуждали наиболее актуальные вопросы семейной медицины в аспекте борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такая конференция прошла впервые. И в ней приняли участие медицинские работники Чувашии других регионов – Кировской области, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Республики Коми и Мариэл. Врач общей практики и семейный врач – это сложная специальность. Она включает в себя многообразие форм работы с пациентами. Эта конференция направлена на получение полезной информации, которая поможет врачу в организации его деятельности. Ассоциация Института совершенствования врачей общей практики постоянно проводит различные занятия по повышению квалификации, многопрофильные семинары и собрания. Именно в таких форматах обсуждается многообразие работы семейного врача. Семейный врач, коих у нас сегодня с вами 525 в республике, является первым главным именно в первичном звене. Именно вы первыми приходите на помощь тому, кому трудно. Особенно на селе, особенно в глубинке. Специфика работы семейных врачей такова, что, наблюдая несколько поколений одной семьи, они могут спрогнозировать появление того или иного заболевания и принять действенные профилактические меры. По сути, в их руках здоровье всей нации на много лет вперед. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Централизация торгов на лекарства позволила республике сэкономить более 100 миллионов рублей бюджетных средств. С результатами аукционов может ознакомиться каждый желающий на официальном портале органов власти. Еще два года назад все лекарственные препараты и оборудование больницы закупали самостоятельно. Зачастую по завышенной цене. Сейчас заявки на поставку медицинских товаров сводятся воедино для проведения электронных торгов. Приобретать лекарства через онлайн аукционы глава республики потребовал два года назад. Система показала свою эффективность. Она позволяет экономить бюджетные средства и полностью исключает коррупционные схемы. На сегодня мы около тысячи торгов в среднем проводим. То есть мы занимаемся достаточно серьезной работой. У нас даже организовано специализированное учреждение, казенное, центр ресурсного обеспечения, деятельность учреждений здравоохранения нам в помощь для того, чтобы обрабатывать эту массу огромную торгов. С одной стороны. А с другой стороны у нас заявка на формирование и лекарств, и оборудование происходит и начинается с уровня участкового врача, когда прежде всего врач участковый в первичном звене, а в стационаре врач лечащий решает, чем лечить пациента, качественно лечить пациента в рамках наших стандартных протоколов. В прошлом году за право поставки лекарственных средств боролись более 50 фирм. Удалось сэкономить порядка 56 миллионов рублей только на закупках препаратов для льготников. В условиях дефицита бюджета республика увеличила объемы приобретаемых лекарств. Мы с одной стороны эффективно назначаем медицинские препараты, поскольку контролируем назначение врача главными специалистами и смотрим на соблюдение назначений в соответствии с нашими стандартными схемами лечения. А с другой стороны мы стараемся формировать эффективно централизованную закупку и добиваться бюджетной эффективности. То есть каждый рубль у нас работает значительно эффективнее именно в условиях централизованной закупки. В 2015 году мы также продолжили наши централизованные закупки и уже по итогам сегодня сформированных торгов мы имеем экономию порядка 42 миллионов рублей. Закупки лечебных учреждений согласовываются и со специальной комиссией Чувашского Минздрава. Если приобретение препарата здесь посчитают нецелесообразным, то заявка будет отклонена. По такой же прозрачной системе Республика начала проводить аукционы на ремонт медицинской техники и организацию питания пациентов. Александр Гаврилов, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов. Республика. В правительстве Чувашии кадровые перестановки распоряжением Михаила Игнатьева, Светлана Каликова освобождена от должности заместителя министра информационной политики. Другим распоряжением она назначена помощником главы Чувашии. С этого года изменились правила получения разрешительных документов для иностранных граждан, приезжающих в Россию на работу. Управление Федеральной миграционной службы по Чувашии напоминает, для трудовых мигрантов из безвизовых стран введены патенты. Причем независимо будут они работать у физических лиц или у юридических. Что необходимо для получения патента в нашем сюжете. В течение 30 дней и не позже иностранный гражданин, приехавший в нашу страну на работу, должен обратиться в миграционную службу для получения патента. Список документов, которые необходимо иметь при себе, также четко определен. Для получения патента иностранным гражданам необходимо предоставить дополнительный документ. Это с этого года сертификат, подтверждающий владение иностранным гражданином, русским языком, знанием истории России и основ законодательства Российской Федерации. Кроме данного документа, в подтверждение владения русским языком и историей основ законодательства может быть представлен документ об образовании на уровне не ниже основного общего образования, выданное образовательным учреждением на территории бывшего СССР. Или же документы, выданные на территории России после 1 сентября 1991 года. Кроме сертификата, необходимо встать на учет в налоговом органе, то есть получить ИНН, также представить договор обязательного медицинского страхования заключенность страховой организации, либо договор о представлении платных медицинских услуг заключенность медицинской организации, находящейся на территории Чувашской республики. Кроме всего, впрочем, должен представить документы, подтверждающие отсутствие заболеваний наркомании, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а так же сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. Документ, подтверждающий знания русского языка, истории и основы законодательства России, можно получить либо сразу сдав тест, либо предварительно пройдя обучение. Постановлением Кабинета Медицинского Чувашского определены четыре организации. Это у нас Чувашский государственный педагогический университет, Чувашский государственный университет, Чебоксарский экономика, Механический колледж и Чувашский республиканский институт образования. Стоимость патента – 3137 рублей в месяц. Чаще всего за его получением обращаются граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, реже – Молдовы и Украины. Трудовые мигранты из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии от необходимости получают патент освобождены. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика. Четыре года условно такой приговор вынес Ленинский районный суд супругам, которые намеревались дать взятку полицейскому. Кроме того, злоумышленники должны выплатить штраф в 60 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. 12 марта этого года супруги пытались подкупить полицейского. Они просили сотрудника правоохранительных органов подготовить фиктивные документы о якобы применявшемся в отношении супруга насилие по религиозным признакам. Цена справки – 5 тысяч рублей и бутылка виски. Их они намеревались использовать для решения вопроса о получении временного разрешения на проживание в Соединенных Штатах Америки. Более того, к тому моменту злоумышленники уже купили билеты на самолет. Однако их незаконные действия были пресечены в результате совместной операции, проведенной сотрудниками Республиканского управления ФСБ, подразделения собственной безопасности МВД Почувашия и следователями Следственного комитета. Также у супругов были изъяты поддельные медицинские документы о получении осужденным в 2013-2015 годах телесных повреждений в результате нападения на него неизвестных лиц по религиозным мотивам. В Доме правительства наградили победителей конкурса «Надежный партнер». Региональный этап конкурса проходит в преподдержке Кабинета министров Чувашии и призван выявить лучших потребителей электроэнергии в Республике. Каковы условия конкурса и кто стал победителем в нашем сюжете? «Надежный партнер» – проект, реализуемый по инициативе «Русгидро» и призванный придать новый статус благонадежным потребителям топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг. Снижение расходов, энергопотребление, энергоэффективность – вот главные показатели, по которым определялись лучшие представители промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса, ЖКХ и бюджетной сферы. Не первый уже год проходит конкурс «Надежный партнер» Чувашской Республики. И я с благодарностью хочу отнестись ко всем руководителям предприятий, организациям, кто принимает участие в конкурсе и осознает ту важность платежей в энергосистеме Российской Федерации. Сегодня подведены итоги регионального этапа конкурса. Список победителей будет направлен в адрес Оргкомитета федеральной акции «Надежный партнер». Отрадно, что эта акция начинает приобретать действительно всероссийский масштаб. Очень рад, что в Чувашии есть предприятия, наши партнеры, наши клиенты, которые в прошлом году достойно выглядели на общероссийском уровне. Это не только возможность, чтобы вас узнала вся страна, это правильные сигналы всему деловому сообществу о том, что с вами можно, нужно иметь дело не только в пределах Чувашии, а во всей России. Среди 16 предприятий победителей особое признание в номинации «Энергоэффект года» досталось филиалу фирмы «Август» – вурнарского завода смесевых препаратов. То, что нашу работу оценили, отметили, я считаю, что это высокая заслуга той большой и кропотливой работы, которую мы проводим из года в год. Главное, я считаю, все-таки это кадры, очень высококвалифицированные кадры в службе главного энергетика, но особенно в службе главного инженера. И благодаря высокой квалификации удается внедрять самое современное, эффективное оборудование. В июне лауреатов конкурса пригласят в Москву на итоговое награждение победителей. Но главный приз они уже получили. Сэкономленные на энергозатратах средства можно вложить в дальнейшее развитие. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов, Республика. Проблемы жителей микрорайона Кувшинка под контролем. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу по развитию микрорайона. В совещании приняли участие руководители города, строительной компании «Лидер» и жителей самовольного поселка Шанхай, где ведется комплексная застройка. Роза Леонтьева живет в микрорайоне более 20 лет. Рассказывает, что когда приехали в Чебоксары на работу, жилья не было. Долгое время снимали квартиру, а потом купили засыпушку. Домовые книги у нас все есть, план дома все есть. А через 18 лет мы построили новый дом. Однако домовая книга – это не свидетельство о праве собственности на землю. Его-то у жителей поселка как раз и нет. Следовательно, все дома и засыпушки, и коттеджи возведены незаконно. Никаких планов застройки в Шанхае, разумеется, не существует. Дома лепятся друг к другу в хаотичном порядке. Улочки узкие. И для сотрудников МЧС это дополнительная головная боль. В случае пожара добраться до очага возгорания и локализовать его очень трудно. Кроме того, здесь нет канализации. Все стойки в неочищенном виде поступают прямо в кувшинку. Да еще сами жители организовали по берегам несанкционированные свалки, что усугубляет экологическую проблему микрорайона. В декабре 2011 года строительная компания «Лидер» выиграла конкурс на комплексную застройку территории. Стал вопрос о сносе самовольных построек. Уезжали туда с представителями компании-застройщика, в том числе сам руководитель компании был. И мы с жителем сказали, что в ближайшее время будут заключены договоры о долевом участии или выплачены компенсационные выплаты. Не во всем есть согласие. Компания «Застройщик» сегодня предлагает квартиры площадью от 33 квадратных метров для жителей микрорайона. Не всех это устраивает. Кто-то заключает договоры, кто-то просит больше. Несогласные жители микрорайона обращались в суд. Но в 2014 году прокуратура не нашла нарушений в деятельности ни администрации города, ни застройщика. Тогда же началась стройка. Сейчас в микрорайоне Кувшинка уже поднят один дом, который строители планируют сдать в этом году. Начали строить в 2014 году. На сегодняшний день поднято 4 дома. С земли вышел 5 дом, 16 позиция. В этом году собираемся сдать 30 тысяч квадратных метров. На территории 289 домов, установленных по результатам инвентаризации совместно с администрацией города и администрацией Калининского района. Из них 90 семей получили квартиры в строящемся доме или денежные компенсации. Александр Ильин из тех, кто согласился на условия застройщика, получил денежную компенсацию. Он считает, что компания, работая с жителями микрорайона, вполне цивилизована. Я очень доволен, что наконец-то переехал. Поэтому, нисколько не сожалею, мне предложили компенсацию, я получил и купил свое жилье уже. С действиями застройщика не согласны лишь те, кто взамен Хибар успел построить в Шанхае двухэтажные коттеджи. Тоже, разумеется, незаконно. Понятно, что 33 квадратных метра – неравноценный обмен, но и строительная компания не может работать себе в убыток. По договору с администрацией города строители обязаны предоставить жителям микрорайона Шанхае благоустроенное жилье. И вопрос мог решиться вполне мирно. Мне кажется, некоторые депутаты просто вводят в заблуждении людей, на самом деле. Говорили про расселение давно, что когда-нибудь сората снесут. Поэтому кто-то строил выше, кто-то не строил, зная, что будут сносить. План развития территории микрорайона Кувшенко рассчитан на ближайшие пять лет. Но для того, чтобы он был успешно выполнен, жителям, городским властям и строителям сначала необходимо прийти к соглашению. Задача, чтобы общественно-политическая ситуация оставалась стабильной, меньше было конфликтов и вообще не было ущемления прав граждан Российской Федерации. По результатам совещания собравшиеся решили создать рабочую группу, участники которой встретятся с каждым домовладельцем и обсудят перспективы разрешения спорных вопросов, после чего будут приняты меры по их возможному урегулированию. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Кстати, несколько шанхайских активистов на днях вернулись из Москвы, где собирались принять участие в несанкционированные акции. Ее попытался организовать депутат Государственного совета Чувашии Андрей Кулагин. Сотрудники ОМОНа вынуждены были заблокировать незадачливых манифестантов в автобусе и сопроводить за 101-й километр, сообщает интернет-издание Правда.ру. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, председатель комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов так прокомментировал деятельность бывшего однопартийца. Слабая его работа, нарушение партийной дисциплины, финансовой дисциплины, поэтому был исключен из партии достаточно давно. Поэтому человек давно себя проявил не с лучшей стороны. Люди, когда не являются депутатами, когда имеются определенные амбиции, желание двигаться во власть, они все хорошие, все красивые. Как только получают мандат в руки, получают властные полномочия, начинают сразу все изъяны своего воспитания и свои недальновидности демонстрировать. В том числе и регулярно нарушая устав партии, распоряжение руководства, распоряжение центрального аппарата ЛДПР, который в Москве находится. Создают конфликтные ситуации, пытаются заниматься своими мелкими делишками, придавая интересы избирателю. За это он и был исключен из ЛДПР. С одной стороны, по словам Ярослава Нилова, партия всегда защищает интересы жителей, но с другой стороны, все-таки надо соблюдать действующее законодательство. И прежде всего, не подставлять тех людей, интересы которых ты защищаешь. Ознакомиться с полной версией можно на сайте издания Правда.ру. В афише Чувашского драматического театра новый спектакль. Действие пьесы «Не покидай меня» переносит зрителя в 1944 год. Под командование капитана Михайсева поступает группа разведчиц. Четыре девушки еще вчера были школьницами и мечтали о светлом будущем. Но началась война, и они встали на защиту Родины. Капитан Михайсев готовит их к спецзаданию перед белорусской наступательной операцией. Среди знакомятся с судьбой каждой разведчицы. В Чувашской литературе мало пьес на военную тематику. Этот пробел решил восполнить артист театра Геннадий Медведев и перевел произведение украинского автора. Режиссер утверждает, работала с ней обыкновенно легко, на подъеме. Мы тот самый бессмертный полк, который в Москве прошел и в разных городах России. И вот создатели спектакля и артисты, и режиссер, и художники по свету, сценограф, хореограф. Все-все, которые были творческой группой спектакля, они воображение несли каждый портрет своих родных. Или дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки, не важно кого. Но главное, что вот рядышком все время и отдавали, наверное, дань памяти. Кстати, музыкальное сопровождение для спектакля «Не покидай меня» подготовил наш коллега, звукорежиссер Александр Павлов. Условные декорации, авангардные танцы, авторские песни очень украшают постановку. Анастасия Алангина, Лена Алтухова, Расиль Мухаммедов, Республика. ПТУ по тебе плачет, пугали недостаточно прилежных школьников советские учителя. Сегодня все изменилось. Профессиональное образование стало престижным. Привлечь внимание молодежи к рабочим профессиям призваны различные олимпиады профессионального мастерства. В столице Чувашии состязались парикмахеры. Парикмахер – это не только профессия, но и призвание искусства. Современные тенденции в прическах, цветах и стрижках, создаваемые мировыми брендами, подхватывают и воплощают в жизнь мастера всего мира, в том числе и нашего города. Я считаю, что конкурс нужен для того, чтобы молодые люди больше уважали свою профессию. Дело в том, что при подготовке к конкурсу тратится очень много сил и энергии молодых людей. Они понимают, что каждая прическа выражает конкретно каждую личность. Личность определенная должна быть неповторима. Создать мужскую модную прическу – такая задача стояла перед участниками олимпиады на финальном этапе конкурса. На выполнение задания – лишь один час. Каждый из участников, пройдя такой конкурс, определенно повысит свое мастерство. И, возможно, по-другому посмотрит на форму, цвет и прическу в целом. С парикмахером, да, я хотела стать с детства. У меня даже мечта была, я всегда, у меня тетя парикмахер, я как бы с ней, на нее смотрю. Вот. А сюда как-то, не знаю, получается, я хотела вначале куда-то в другое место, а потом все же решила в своей мечте пойти на парикмахера. 40 баллов – именно столько мог максимально заработать каждый участник. Форма, цвет и стиль каждой работы тщательно оценивалась членами жюри. Самое большое количество баллов набрала студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа Марина Васильева. Кстати, решение учиться на парикмахера Марина приняла, глядя на свою маму. Самое сложное – это мужские стрижки, так как работаешь с машинкой, можно проехаться. Мне нравится делать людей красивыми. Через несколько лет Марина видит себя и парикмахером, и визажистом, и маникюристом. В общем, специалистом широкого профиля. И именно такие олимпиады помогут ей достичь желаемого. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня, 20 мая, отмечается День Волги. Волга-матушка, как ее с любовью и гордостью называют жители нашей страны, питает не только города и села своими водами, но и умы писателей и поэтов. С ее образом связаны самые известные литературные произведения, картины и песни. И это не случайно. Именно Волга является символом простора, широты и величия русского духа. Волга обеспечивает электроэнергией и питьевой водой множество российских городов, включая и столицу Чуваши. День Волги стали отмечать не так давно. В календаре знаменательных дат Нижнего Новгорода он появился 8 лет назад. С каждым годом городов по Волжье, которые отмечают День Волги, становится все больше. Это была последняя информация к этому часу. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин